Начальник управления предпринимательской деятельности Министерства экономики Ахалай Ходжамбердиева отмечает, что в данном постановлении правительства будет введен мораторий сроком на два года для предпринимателей без наложения каких-либо штрафных санкций. По ее словам, они хотели поменять саму концепцию проверок, чтобы проверяющие не выписывали штрафы, а просто давали рекомендации по их устранению. Мы хотели поменять полностью само сознание, чтобы инспектор тоже, само сознание проверок, чтобы предприниматель тоже нес определенную ответственность и проверяющий орган тоже нес определенную ответственность, чтобы задача была не штрафовать предпринимателя, а выявлять у него проблемы и совместно их решать. Исполнительный директор бизнес-ассоциации предпринимателей Джиа Фархад Пахыров отмечает, что для создания благоприятных условий для ведения бизнеса и сокращения коррупции не хватает администрирования этого процесса. Он считает, что многие проекты не спускаются вниз и предприниматели в регионах остаются иногда не в ведении о нововведениях. Он сказал, что предприниматели страны поддерживают данную инициативу правительства. Фархад Пахыров считает, что Кыргызстану необходимо побольше таких проектов по поддержке предпринимателей. В целом инициативу поддерживаем. В настоящее время для предпринимателей такие шаги, такие проекты нам надо. Но у нас экономика зависит от предпринимателей. У нас предприниматели, потом зарубежные займы и деньги от мигрантов. Состоит экономика из этих источников. И мы должны побольше таких мероприятий, побольше реформы должны провести именно по созданию благоприятных условий для предпринимателей. Идея по введению моратория на проверке для вновь созданных и новых проектов имеет очень весомую значимость, говорит заведующий отделом привлечения и сопровождения инвестиций Нурадили Боязов. Он отмечает, что введение этой нормы улучшит инвестиционную и бизнес-среду, а также даст возможность им реализовать свои идеи. Они будут знать, что они защищены. То, что на первые несколько лет, когда действительно самый сложный процесс проходит, именно зарождение проекта, строительство и пусконаладочная работа, то в этом случае, конечно, намного легче, когда проверяющие органы приходят, не штрафуют их, не закрывают предприятие, не останавливают деятельность, а лишь вносят предложения рекомендательного характера. Соответственно, это для инвестора удобно. Он знает нормы, ему подсказывают, он эти ошибки устраняет и, соответственно, дальше работает. Следует отметить, что 18 октября на очередном заседании Совета по развитию бизнеса и инвестиций премьер-министр Мухаммад Халая Балгазиев заявил, что помимо моратория будет создан Институт бизнес-омбудсмена для защиты прав предпринимателей, а также Центра обслуживания бизнеса. Вместе с этим будет пересмотрено законодательство об инвестициях для усиления прав инвесторов. Будут предприняты все меры для того, чтобы Кыргызстан стал раем для инвесторов, сказал премьер.